Дорогие казахстанцы, вы знаете, скоро состоится реперендум, такой липовый, дутый, то есть это бутафория. Ничего нового нам власть не даст. Можно было просто вернуть первую проституцию Казахстана в 1993 году. Она была самая демократичная. И дальше, как можно верить диктатору, который дал приказ стрелять на поражение и без предупреждения? Как можно верить предателю, который ввел чужие войска в нашу страну? В 30 лет мы находимся в диктатуре. У нас развивается только коррупция, воровство, разбазариваются все наши недра, богатства. Все предприятия, чьи их своровала Силья Назарбаева, сейчас идет следующий план. Как может поменяться новый Казахстан со старыми людьми? А не может поменяться. Даже вот возьмите, они сейчас решили новое, привлечь молодежь спортсменов, привлекают артистов, привлекают блогеров. Платят им деньги, они просто дают им текст, они читают, у них нет своего мнения. Поэтому, друзья, не верим в референдум, если приходим, голосуем против. Граждане Казахстана решили реализовать свои конституционные права, а именно права на мирный митинг. Поэтому мы решили создать оппозиционную партию Алга-Казахстана. Наша цель – зарегистрировать эту партию, участвовать в парламентских выборах, добиться большинства мест парламент, чтобы парламентским большинством выдвигать требования, которые кардинально улучшат состояние населения нашей страны. Также мы будем добиваться ареста и конфискации имущества семьи Назарбаев, всего его плана. Обращаемся к своим неравнодушным соотечественникам, принять участие в создании оппозиционной политической партии Алга-Казахстана, поддержать нас финансово. Любой ваш вклад – это наша общая борьба, борьба с диктатурой. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова